Всем привет! Путин встретил Рождество в необычном окружении. Владелец мутабора купил индульгенцию за полуголую вечеринку, а в регионах страны с прилавков исчезла курица. Путин в Рождество встретился с семьями погибших участников войны и поздравил их с праздником. Хотел бы, чтобы наша встреча была таким ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей огромной территории Российской Федерации, причем на всех уровнях, чтобы я был ясным сигналом к тому, чтобы всегда и везде рядом с вами были мои коллеги. Повторяю, любого уровня власти, управления, чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые при необходимости могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна. Потом он решил помолиться вместе со всеми, что необычно. Обычно он на Рождество в полном одиночестве или на худой конец с Собяниным, а тут с какими-то семьями. Но, конечно, подвох есть. Обычных семей к Путину никто не пускал. Всех гостей тщательно отбирали. Например, одна вдова является главой комитета семей воинов Отечества в Балашихе, которая часто участвует в провластных акциях. Вторая оказалась представительницей Государственного фонда защитники Отечества. А многодетная семья с четырьмя детьми – семья погибшего настоятеля храма при ракетных войсках. Другие дети, тоже непростые, они уже встречались с Путиным 4 ноября, то есть все проверенные. Владелец клуба Мутабор, известный нашумевшей вечеринкой, подарил московскому храму мощи святого Николая Чудотворца. По словам хозяина заведения, он еще в ноябре привез их из самого Ватикана и ждал подходящего момента, чтобы отдать их храму. Мы против мракобесия, девальщины, мы поддерживаем церковь всячески. Спасибо, Господи, для нас большая честь. Напомню, что слово «мутабор» из сказок. С помощью него люди превращались в животных. Как видно, работает не только в сказках. Тем временем из магазинов в российских регионах начала исчезать курица. С пустыми полками столкнулись в Екатеринбурге, Самаре, Челябинске и Ульяновске. Свердловские власти обвинили в дефиците праздники и уменьшенный объем поставок. А розничная сеть Х5 объяснила пустые полки перебоями с доставкой из-за аномальной погоды. Возможно, курицы таким образом решили объявить забастовку против слишком высоких цен на яйца. Как иначе это объяснить, я не знаю. Снаряды вместо хлеба. В Ярославской области из-за нерентабельности закрылся крупный хлебозавод. Теперь на нем будут производить военную продукцию. Поставки хлеба в магазины области прекратились. Сотрудники уволены, а на базе завода собираются открыть новое производство по изготовлению тары и упаковки для снарядов, наверное. Тем временем около 300 жителей Белгорода пришлось эвакуировать из-за обстрелов. В пунктах временного размещения Старого Скола, Губкино и Карачанского района находятся около 300 жителей города Белгорода, которые приняли решение временно переехать. Детей стараются вывозить в другие регионы. Так, губернатору поступило больше тысячи заявок на вывоз детей в лагеря подальше от границ. Белгородская область с начала войны живет под обстрелами. Жильцов приграничных районов ранее уже эвакуировали в Белгород, но теперь даже там небезопасны. И больше всех страдают от обстрелов, как обычно, простые жители. Российская армия вновь массировано атаковала Украину ракетами. Местные источники пишут о взрывах в Кривом Роге, Днепре, Хмельницком, Запорожье и Харьковской области. 30 человек пострадали и один погиб. В Кривом Роге сильно поврежден торговый центр. Вот кадры с места событий. Для удара применялись крылатые ракеты и система кинжал. Российские источники сообщили о взрывах на военных объектах, в том числе аэродроме Староконстантинов. Но это без подтверждения. Тем временем в Челябинске суд арестовал 16-летнего подростка. Его обвиняют в попытке поджога бомбардировщика Су-34 на аэродроме Шагол. ФСБ заявляет, что парня завербовали украинские спецслужбы. До этого украинская разведка опубликовала вот такие кадры, на которых неизвестные поджигают самолет Су-34. Последствия поджога неизвестны. Как сообщали российские источники, огонь потушили и бомбардировщик не был поврежден. Глава МИД Италии призвал Евросоюз создать собственную армию для поддержания мира и предотвращения конфликтов. По его словам, среди таких крупных игроков, как США, Китай, Россия, европейцам тоже нужна своя армия для проведения эффективной внешней политики. Вопрос создания собственных вооруженных сил в ЕС обсуждается не первый год. В 2018 году об этом говорил президент Франции Эммануэль Макрон, а после начала войны и верховный комиссар Жозеп Боррель. В США, Европе и Турции приостановили эксплуатацию самолета Boeing 737 MAX 9. 6 января у самолета этой модели на рейсе из Портленда в Антарио оторвалась дверь аварийного выхода. Самолет вернулся в аэропорт вылета. На борту было 177 человек и никто не пострадал. Теперь все самолеты этой модели будут проверять, всего их 171 по всему миру. Вокруг Илона Маска новый конфликт. Руководители и члены совета директоров Tesla и SpaceX обвинили Маска в употреблении наркотиков. Близкие и коллеги переживают, что из-за употребления психоактивных веществ ухудшится состояние его компании и здоровье. Сам Маск заявил, что за последние три года тесты не выявили в его организме никаких следов наркотиков или алкоголя. Тем временем, конкуренты Илона Маска не дремлят. Компания Юла успешно запустила свою ракету «Вулкан» с лунным посадочным модулем. Это вторая в истории ракета на метановом двигателе, которая добралась до орбиты. Но не обошлось без чудинки. В ракете запустили капсулу с останками 200 человек, в том числе образцов волос трех американских президентов – Вашингтона, Эйзенхауэра и Кеннеди. Капсулу запустят летать в Солнечной системе. Вот уж непонятно зачем. Кроме того, ракета несет первый в истории частный посадочный модуль, на борту которого находится небольшой студенческий луноход «Ирис» и другая полезная научная нагрузка. То есть теперь луноходы могут запускать даже студенты. Сегодня 8 января и 684 день войны. Как обычно, собирали для вас все самые важные новости, как делаем это каждый день. Не забывайте поставить лайк или поддержать нас на Патреоне популярной политики. Кто это сделал, всегда появляется каждый день на экране. Огромное всем спасибо. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова